Бог жизни и смерти Книга Бытия, 7 глава, с 13 по 24 стих Всей самый день вошел в ковчег Ной и Сим, Хам и Иофет, сыновья Ноевы и жена Ноева И три жены сынов его с ними. Они и все звери по роду их, и всякий скот по роду его, И все гады, присмыкающиеся по земле, по роду их, И все летающие по роду их, все птицы, все крылатые, И вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти, В которой есть дух жизни. И вошедшие мужской и женский пол всякой плоти вошли, Как повелел ему Бог, и затворил Господь за ним. И продолжалось на земле наводнение сорок дней, И умножилась вода, и подняла ковчег, И он возвысился над землею. Вода же усиливалась, и весьма умножалась на земле, И ковчег плавал по поверхности вод, И усилилась вода на земле чрезвычайно. Так что покрылись все высокие горы, Какие есть под всем небом. На пятнадцать локтей поднялась над ними вода, И покрылись горы. И лишилась жизни всякая плоть, Движущаяся по земле, И птицы, и скоты, и звери, И все гады, ползающие по земле, И все люди. Все, что имело дыхание духа жизни В ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо, Которое было на поверхности земли, От человека до скота, и гадов, и птиц небесных, Все истребилось с земли. Остался только Ной, И что было с ним в ковчеге? Вода же усиливалась на земле Сто пятьдесят дней. Размышления, часть первая. Суверенная воля Бога. Бытие, седьмая глава, с тринадцатого по двадцать четвертый стих. Как только Господь затворяет дверь в ковчег, На земле обрушивается потоп, Да, такой, что кажется, Что земля возвращается в свое прежнее состояние, Безжизненный хаос. Бог, вдохнувший в нее жизнь, Теперь забирает ее у каждого живого существа. Он создал этот мир, И он вправе насылать на нечестивых людей То наказание, какое считает справедливым. Но Господь, Бог, никогда не действует с горяча. Он пользуется своей божественной свободой И вершит справедливый суд. Самый же значимый суд, Еще более страшный, чем потоп, И мы должны это со смирением осознавать, Был совершен на кресте по отношению к Иисусу, Божьему Сыну. Он же, в свою очередь, Тоже воспользуется своей божественной свободой. Добровольно пошел на крест И умер за наши грехи. И Иисус, наш ковчег, Мы сокрыты в нем от Божьего гнева. И через свою смерть и воскресенье Он дарует нам новое Божье дыхание. Как вы понимаете Божий суд? Что вы сказали человеку, Который отрицает право Бога совершать суть по своему усмотрению? Мир Божий, дорогие друзья! У нас для вас прекрасные новости. Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона. В этом приложении мы собрали План чтения на каждый день, Помощь в понимании Библии, Видеоразборы и удобный формат для заметок. Пожалуйста, скачивайте приложение По ссылке в описании к видео. Субтитры подогнали Симон.